Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Полина Шорохова в ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Новые знакомства и высокие гости. В Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов работает новгородский стенд. Завтра там ждут и губернатора Андрея Никитина. Новоселье маленьких щурят. Сотрудники национального парка Валдайский вырастили и отпустили на волю полтысячи мальков озерного хищника. Фотографии афиши из архивов Ирины Алферова и Александра Абдулова. Создатель музея кино рассказал о будущей экспозиции и о других интересных проектах. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших небольничными пневмониями в Великом Новгороде перевалило за сотню. Это лишь те пациенты, диагноз которым был поставлен в октябре. Половина пострадавших – дети. Накануне санитарное ведомство рекомендовало приостановить работу учебных заведений на 10 дней. Это же советовали сделать и в Комитете образования. Однако на призыв откликнулись лишь 15 учреждений. Начнутся ли каникулы раньше сроков остальных, выясняла Наталья Савицкая. Напомним, накануне руководителям новгородских школ и гимназий было рекомендовано приостановить учебный процесс, точнее сдвинуть сроки осенних каникул или перевести школьников на дистанционное обучение. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор, а окончательное решение разобщить школьников на 10 дней приняла администрация города. С Роспотребнадзором в течение дня по нескольких раз общаемся не только, и с Департаментом здравоохранения. Это серьезный момент, и к нему серьезно надо относиться. Не надо шутить. Лучше перебдить в этой ситуации. Чтобы избежать дальнейшего распространения вируса, приостановить работу школы должны были с 20 октября. 13 учебных заведений так и поступили. Вопреки рекомендациям учатся сегодня в школе номер 2, хотя руководящий состав подтверждает рост заболеваемости среди воспитанников. По словам завуча, с понедельника их учебное заведение закроется вслед за остальными. Сегодня же уроки провели, потому что не успели накануне оповестить об изменениях родителей учеников. Впрочем, некоторые мамы и папы готовы водить детей в школу, несмотря на угрозу болезни. С одной стороны, ребенка жалко, потому что опасность все-таки существует, заражение. Но с другой стороны, ребенок, например, у меня с удовольствием ходит в школу, поэтому для нее на большее расстройство было бы, если бы она осталась дома. Очень боимся. Очень. Где-то кто-то кашлянет уже все, потому что это вирусным передается путем, конечно. Очень страшно за детей. Пытаемся сейчас давать противовирусные, но понимаю, что это бесполезно. Но, тем не менее, в школу хотите? Потому что занять надо чем-то детей дома тогда. Чем занять, если никуда не выйти? Где-то просто гулять? Гулять надо побольше на свежем воздухе, наверное. Преимущественно вирусной пневмонией страдают дети от 7 до 14 лет. Напомним, в начале этой недели сформировались три групповых очага в гимназии Исток, гимназии номер 4 и 14-й средней школе. В настоящее время Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Наталья Савицкая, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение. В Сочи продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На площадке форума с самого начала работает новгородский стенд. А наша делегация принимает активное участие в фестивальных мероприятиях. Стенд Новгородской области размещен в разделе «Регионы России и мира». Экспозиция посвящена преимуществам современной и древней земли и разделена на три части. Первая посвящена Новгородской области как месту, где можно жить, получить образование и в дальнейшем найти работу. Во второй части экспозиции размещены предложения региона в сфере событийного и рекреационного туризма. Третья часть посвящена содружеству Новгородской области с городами Гонзейского союза, а также со страной-партнером Доминиканской республикой. Интерактивная часть стенда основана на игровой культуре новгородской земли. Напомним, наш регион на Всемирном фестивале молодежи и студентов представляют 41 участник и 31 волонтер. Программа их участия в форуме весьма насыщена. Они проводят мастер-классы и сами участвуют в различных мероприятиях. Активной жизнью живут и сам стенд, и площадки, организованные новгородцами. Каждый день мы тоже проводим мастер-классы, показательные выступления. Мы встречались уже к нам, приезжали такие высокопоставленные люди, как Штурмин, Кириенко был сегодня. И завтра ожидаем на нашей площадке Владимира Владимировича Путина. Завтра в Сочи прибудет губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он примет участие в торжественной церемонии закрытия фестиваля. В Алдайском районе продолжается зарыбление живописных озер. Сотрудники национального парка заботливо вырастили несколько сотен малышей-щуки и переселили их на постоянное место жительства в Алдайское озеро. В этом пруду, расположенном в живописном месте в лесу неподалеку от Валдая, несколько месяцев спокойно росли мальки-щуки. И вот, наконец, они достаточно окрепли, чтобы отправиться в большое плавание. Переезд рыб на новое место жительства в Алдайское озеро – процесс непростой. Из специальных садков молодых щучек переносят в бочку и везут к озеру. Здесь садки специально, в них выращивали мы в другом пруду, сюда перевозили их, сосредотачивали, значит, возраст щуки-сигалеток, средний вес 70 грамм, ну а вес от 50 до 300 граммов. Затем рыбу с помощью специального рукава выпускают в воду. Поначалу щучки не горят желанием отплывать от берега. Это нормально, им нужно освоиться, говорит Александр Тихомиров. Теперь в озере стало на 500 щук больше. И еще на 1000 сигов. Мальки этого вида были закуплены в Никольском рыборазводном заводе и также выпущены в озеро. После создания национального парка на протяжении 10 лет на водоемах парка работала наука. Это новгородское отделение госнеорха. И работа научная до сих пор продолжается. И одна из основных рекомендаций – это зарубление в озеро Валдайское. Значит, это щука, судак и сиговые. Что мы сейчас и сделали. Проект реализуется благодаря сотрудничеству Валдайского национального парка с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». Задача не только сохранения и восстановления биоразнообразия озерной фауны, но и развития экологического просвещения. В этом году непосредственно было выпущено вот это издание рыбоозер Валдайского национального парка. Это атлас-определитель, где как раз описывается, какие рыбы у нас водятся в наших озерах. Здесь представлено 27 видов рыб именно озерных. А всего в реках и озерах национального парка обитает 34 вида. Добавим, что в ближайшее время пополнятся новыми молодыми щучками озера Ужин и Бароя. Из Валдайского района Юлия Бабич, Вероника Лебедева, Олег Федоров. Новости Новгородское областное телевидение. В Великий Новгород съехали стеннисисты со всей страны и ближнего зарубежья, чтобы принять участие в традиционном турнире памяти великого полководца Александра Невского. Особенность этого состязания в том, что участвуют в нем спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы попасть на соревнования, участнику из Оренбурга Александру Холесникову пришлось лететь на самолете до Санкт-Петербурга и оттуда на специальной машине добираться до Великого Новгорода. Расстояние не помеха, говорит теннисист. Главное – любовь к спорту и азарт. Мужчина приезжает на турнир уже в четвертый раз, и у него есть свой секрет успеха. Кто кого перехитрит, наверное, и мастерство. То есть хитрость? Хитрость, да. Без хитрости никак. Всего в этом году свое мастерство игры в настольный теннис демонстрируют более 140 человек из 25 регионов страны, а также гости из Литвы и Беларуси. Эти соревнования пользуются большой популярностью. Участников с каждым годом становится все больше. В этом году 41 колясочник, 28 колясочников. Мужчин приехало и 13 женщин приехало. В этом году этот турнир отличается большим количеством колясочников и вообще большим количеством людей. Соревнования будут проходить три дня. По традиции участники сыграют и в команде, и каждый сам за себя. Кроме того, впервые состоится отдельный турнир среди ветеранов. Вероника Лебедева, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение. О том, как скоро в Великом Новгороде будет открыт музей кино и какие экспонаты составят экспозицию, накануне журналистам рассказал его создатель Валерий Рубцов. А некоторые экспонаты из коллекции он даже продемонстрировал. Некоторые проекты Валерия Рубцова уже хорошо известны новгородцам и гостям города. С 2012-го в течение трех лет в стенах Кремля располагалась галерея времени. Там посетители экспозиции могли видеть предметы из собрания коллекционера. Также Валерий Рубцов проводит выездные кинопоказы в школах Великого Новгорода и области. На встрече с почитателями самого массового из искусств Валерий Рубцов рассказал о своей коллекции предметов, связанных с кино, и о том, как она создавалась. На сегодняшний день в собрании киноведа более сотни кинокамер, десятки кинопроектов, монтажное оборудование, афиши, печатные издания. В общем, все, что связано с 10-й музой прошлого столетия. Начиная от начала 20-го века и до конца 20-го. То есть весь 20-й век практически собран у меня. Начиная от волшебных фонарей, так называемых, которые показывали картинки во времена, до кинематографические. И заканчивая последними образцами кинотехники, уже в 90-х годах выпущенные. Киновед рассказал еще об одном своем проекте. Планируется, что к Новому году в областном центре откроет свои двери настоящий музей кино. На двух этажах здания в историческом центре города появятся выставочные залы и кинотеатр. На встрече коллекционер немного приоткрыл завесу тайны и показал некоторые особенно ценные экспонаты нового музея. Фотографии афиши из архива актеров Ирины Алферовой и Александра Абдулова. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70 30 03. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. А я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин